Наконец пришло время нам вместе обсудить домашние задания из рабочей тетради. Сразу же должен вас предупредить, что вам стоит смотреть это видео только в том случае, если вы уже самостоятельно выполнили эти домашние задания. Я понимаю, что можно как-то отчасти изучать греческий язык, и с помощью того, что вы смотрите на предложения, смотрите, как кто-то другой их переводит, находите какие-то связи, что-то о языке вы узнаете. Тем не менее, если вы работаете с текстом самостоятельно, если вы прикладываете те усилия, чтобы распознать морфологические формы, чтобы вспомнить слова, которые вы видите в тексте, чтобы из того, что вы распознали, в конце концов сконструировать осмысленное предложение, то благодаря этим усилиям ваше понимание греческого языка будет гораздо лучше. Поэтому даже если каким-то образом вы получили доступ к этому видео, ну или имеете какую-то другую возможность подсмотреть перевод греческих предложений, в конце концов всегда же можно заглянуть в чужие переводы, большая часть предложений взята из Священного Писания, так вот боритесь с этим искушением, оно пойдет вам во вред. Вы не выучите язык, если все время будете не самостоятельно учиться думать о тексте, а полагаться на какие-то вспомогательные средства. Но после того, как вы самостоятельно проработали все домашнее ожидание, можно посмотреть и данное видео для того, чтобы услышать, как я все это перевел, ну и какие-то дополнительные комментарии по поводу текста, грамматики, синтексиса и прочих особенностей греческого языка. Так что в этом занятии и во всех последующих мы вместе с вами будем так проходить по всем домашним заданиям, переводить вслух все предложения, ну и по пути я буду, может быть, давать какие-то дополнительные пояснения. Поэтому начнем с первого предложения. Апостелло тон ангелом. Слово апостелло для вас переведено. Я посылаю. Напоминаю, что греческий глагол изменяется по лицам и числам, поэтому по форме глагола ясно, какого лица и числа подвижны лежащие. В данном случае первое лицо, единственное число, то есть я. И в норме в греческом предложении местоимения, если они и так понятны из глаголов, не ставятся. Поэтому в нормальном русском тексте будет я посылаю, а в нормальном греческом тексте будет только один глагол апостелло. И добавление местоимения я, эго, что-нибудь типа эго апостелло, возможно в тех ситуациях, когда автору по какой-то причине хочется сделать больший акцент на том, что именно я посылаю. А почему он хочет сделать акцент? Ну, при каком-нибудь противопоставлении или по каким-то другим причинам. Тем более, это не может быть не так важно для нас сейчас, важно, что обычно местоимения появляются, если есть акцент, а нормальное предложение местоимений не содержит, но русское нормальное предложение содержит, поэтому мы переводим «я посылаю». Тон ангелон. Видим винительный падеж. Ну, во-первых, артикль в форме винительного падежа, во-вторых, он – окончание винительного падежа слова «ангелон». Винительный падеж – это падеж прямого дополнения. На кого направлено действие посылания? Я посылаю кого? Ангела. Так что «я посылаю ангела» – перевод предложения целиком. Второе предложение. Аутой, Тон Теон, Об Сун Тай. Аутой – именительный падеж, множественное число, «они». И именительный падеж – это падеж подлежащего, поэтому мы сразу предполагаем, что это будет подлежащим. Тон Теон – винительный падеж. По артиклю и окончанию мы это видим. Кого? Бога. Ну и, наконец, глагол «Об Сун Тай» – «они увидят». Опять-таки, вот это «они», данное в переводе глагола, связано с тем, что в самой форме глагола выражено его лицо и число. Но нам «они» не обязательно брать из формы глагола. В данном случае автор посчитал нужным поставить местоимение, как-то сделав больший акцент на том, кто именно увидит, но переводим мы просто «они», «бога», «увидят». Иногда студентам хочется просто буквально вставить то, что «они» видят в скобках после глагола написанное, и переводы получаются что-то типа «они Бога, они увидят». Так не нужно делать. Вот это «они» в скобках вам написано просто, чтобы указать на лицо и число глагола. Там, где не достает подлежащего, вы берете это местоимение в качестве подлежащего. Там, где в предложении и так есть подлежащее, вы используете имеющееся подлежащее. Поэтому «они», подлежащее, «бога», дополнение, «увидят». Слово «бог» с артиклем, что достаточно типично подчеркивает особенность и уникальность того бога, в котором мы верим. Вообще говоря, для греческого мышления существует множество всевозможных богов, но когда речь идет о Всевышнем Боге, в Священном Писании часто слово «бог» сопровождается артиклем, именно чтобы подчеркнуть, что о том самом единственном истинном боге идет речь. Еще раз скажу, отсутствие артикля не обозначает, что речь идет о каком-то из богов. Могут быть грамматические причины для отсутствия артикля, которые мы в этом году изучать в основном не будем, но, тем не менее, присутствие артикля со словом «бог», оно как раз и обусловлено тем, что настоящий бог только один. Третье предложение. «Эдидас кэн аутус». Он учил, или она учила, или оно учило. В русском языке, в прошедшем времени, слова меняются по родам. В греческом языке ни в одном из времен у глагола рода нет. Поэтому «он учил», «она учила», «оно учила» по-гречески будет выглядеть совершенно одинаковым образом. Так как нам для перевода нужно знать род, то род мы вынуждены выяснять по контексту. Ну, в данном случае, если у нас никакого контекста нет, то поставим, скорее всего, «он». Это самый вероятный вариант, чаще всего встречающийся, по крайней мере. Но, тем не менее, где-то для себя отметим, что род слова глаголом никак не выражается, и его нужно искать в окружающем контексте. Такова особенность русских глаголов, что есть род, и особенность греческих глаголов, что род они не выражают. Итак, «он учил», «аутус». Окончание «ус» в винительного падежа множественного числа. Дополнение. И что касается множественного числа, единственное число «он», множественное число «они», винительный падеж множественного числа «их». «Он учил их». Четвёртое предложение. «Диокете тен агапен». «Диокете достигаете повеления». «Тен агапен». В данном случае слово женского рода «агапе» в винительном падеже. По артиклю окончания мы опять-таки это понимаем. «Достигаете чего?» «Любви». В русском, если вы внимательно вслушались то, что я сказал, в русском языке после глагола «достигать» стоит слово, отвечающее на вопрос «кого чего». Стоит слово в родительном падеже. А в греческом мы с вами наблюдаем винительный падеж. Такое время от времени случается. Так уж получилось, что не всегда соответствующие глаголы в русском и греческом языке требуют того же самого падежа. И не первый глагол, который вы встречаете, у которого в греческом языке требуется винительный падеж, а в русском языке требуется родительный падеж. Возможно наоборот, возможно еще появление дательного падежа, то есть каждый глагол в соответствии с какими-то своими особенностями, может быть и исторического развития всего остального в языке, требует после себя определенного падежа, но падеж не всегда между языками совпадает. Что мы делаем? Мы не переводим буквалистки. То есть если мы видим винительный падеж, мы обязаны перевести винительным падежом. Нет, винительный падеж – это показатель функции. Какова функция? Достигайте, и действие достижения направлено на прямое дополнение, то есть на любовь. Так что мы понимаем смысл фразы, нужно достигать любовь. И теперь мы средствами русского языка выражаем ту же самую мысль. Перевод – это не замена формы аналогичной формой, слово аналогичным словом. Если бы все так просто было в переводе, машинные переводы давно бы уже сильно-сильно потеснили людей-переводчиков. Однако если вы сталкивались с машинными переводами, вы понимаете, что на самом деле качество часто не ахти, и перевод зачастую получается бессмысленным и порой смешным. Перевод – это не механическая замена формы формой. Перевод – это мы понимаем сначала фразу на оригинальном языке, а потом тот же самый смысл выражаем средствами целевого языка. При этом формы, конструкции, иногда порядок и даже иногда количество слов могут не совпасть, ну ничего не поделаешь, так уж устроен мир, что разные языки, разные наборы форм и средств имеют для выражения одной и той же мысли. Поэтому вот просто на этом пока простеньком примере вы должны усвоить. Первый шаг – вы понимаете греческую фразу, понимаете, достигаете призыв, понимаете, что достижение направлено на любовь. И винительный поддержь вам в этом помогает. А теперь берете русскую, переходите в русский язык и по-русски делаете то же самое. Достигайте не любовь, по-русски это плоховато звучит, а достигайте любви. И еще одно небольшое замечание про это предложение, про артикль. Которое вот здесь вы видите. Ну, чтобы оценить значимость к артикле в данном случае, конечно же, нужно вспомнить контекст. Эта фраза взята из послания Коринфянам, из начала 14 главы. И артикль перед словом «любовь» в данном случае очень и очень значим. Вообще в греческом тексте вы увидите иногда слово «любовь» с артиклем, иногда без артикля. То есть без артикля слово «любовь» можно употребить, и часто оно так употребляется. Но здесь появляется артикль, указывающий на то, что речь идет о какой-то любви, которая понятна читателю. Ну и 14 глава первого послания Коринфянам идет после 13 главы, знаменитейшего текста, в котором апостол Павел описывает, какова любовь. Поэтому, когда он начинает 14 главу и говорит в начале этой главы «достигайте любви» с артиклем, он подразумевает «достигайте той самой любви, которая только что была описана». Достигайте вот такой вот любви. И как раз пример, помогающий нам понять значимость артикля в греческом тексте. Следующее предложение. Пятое. «Эраунаде» «Тас графас». Вы исследуете «тас графас». Это форма винительного падежа множественного числа женского рода. И переводится, естественно, «исследуете что?» «Писание я». Артикль показывает, что речь идет именно о священных писаниях, а не каких попало. И здесь, в общем-то, с переводом все просто. Если вы просто переводите в соответствии с тем, как вам написано, вы исследуете. Но если вы помните или найдете соответствующее место в синодальном переводе, вы обнаружите, что там написано не «вы исследуете», а стоит призыв «исследуйте Писание». С чем это связано? Это связано с тем, что в греческом языке, ну так случайно получилось, формы изъявительного и повелительного наклонения, то есть утверждения и призыв, во втором лице множественного числа настоящего времени совпадают. И каждый раз, сталкиваясь с такими глаголами, мы должны с вами делать толковательный выбор. Вы исследуете описание или исследуете повеление? Авторы синодального перевода истолковали это как повеление. Хотя во многих других переводах, если вы посмотрите, это исследовано как описание. Это описано, это представлено как описание, прошу прощения. В чем там дело? Иисуса иудеи хотят убить. И он объясняет им, кто он такой, свое положение, говорит о том, кто о нем свидетельствует и так далее. И как часть этой речи он обращается к ним и то ли призывает их исследовать Писание, потому что вы имеете через них иметь жизнь вечную, а не свидетельствует обо мне, то ли констатирует факт, что Писание это вы исследуете, вот только вы еще не разглядели, что на самом деле в Писаниях написано. Понимая, что речь идет об иудеях, которые действительно много сил и времени тратили на исследование священного Писания, и понимая, что с констатацией факта вы исследуете, потому что думаете, фраза исследуйте согласуется лучше, чем призыв, а пожалуй, стоило бы выбрать такой вариант. Вы исследуете Писание, потому что думаете, имея через них жизнь вечную, а не обязательно соглашаться с синодальным переводом. Знания греческого языка, конечно, добавляют нам чуть-чуть головной боли, но и открывают перед нами некоторые толковательные возможности. Головная боль связана с чем? Часто переводчики за нас уже все истолковали, а мы просто пользуемся результатами их толкования. Если результат толкования хорош, то нам хорошо, если не очень хорош, но все равно мы ничего с этим поделать не можем. Головная боль в том, что, читая по-гречески, вы вынуждены теперь сами принимать толковательные решения. Ну, понятно, что у нас только самое начало, первое домашнее задание, но как-то немного забегая вперед, мы стараемся увидеть и прелести, и трудности работы с греческим текстом, в том числе и принятие таких решений. Итак, вы исследуете Писание. Кстати, не забывайте, что две гаммы читаются как НГ. В слове ангелос ошибку сделать сложно, уж слишком характерное слово, а вот в этом слове иногда ошибку делают, ну, просто ГГ читается как НГ, поэтому ангекен приблизилось. Ну, и теперь переводим, вот у нас сказуемое, исполнился, исполнилось, исполнилось, но уже есть слово в именительном падеже, хокайрос, которое и будет у нас подлежащим, время. Итак, исполнилось время, мы согласуем подлежащее со сказуемым, И, второе слово у нас в именительном падеже, хэ басиллея, царство, и приблизилось царству. Исполнилось время, и приблизилось царство. Седьмой. О, Христос, подлежащее в именительном падеже, закончил Христос слова. Слова у нас с артиклем, то есть какие-то слова, видимо, те, которые он говорил, поэтому можно перевести закончил Христос слова, ну, в именительный падеж множественное число, я надеюсь, вы узнали. Можно перевести, ну, наверное, как-то потому, что закончил Христос слова, как-то странновато звучит, может быть, лучше бы прозвучал, перезакончил Христос эти слова, чтобы было понятно, что артикль на какие-то явно упоминавшиеся слова ссылается. Восьмое предложение. То сабботан деетон антропон эгэнато кай ухо антропос деету сабботан. Суббота. Для человека появилось. Предлог для, вообще говоря, в русском языке, требует после себя, опять-таки, родительный падеж. Для кого чего? А здесь мы после предлога дея, соответствующего русскому для, видим винительный падеж. Как и в случае глаголов, в случае предлогов, требуемый предлогом падеж в разных языках может не совпадать. Более того, даже в случае предлогов это случается гораздо-гораздо чаще. Большая часть глаголов требует после себя винительный падеж, и отступлений от этого совсем-совсем немного. А вот предлоги требуют после себя широкий спектр падежей, и вариаций с этим связанных очень много, поэтому просто, опять-таки, нужно свыкнуться с мыслью, что при использовании предлогов падеж в греческом языке и падеж соответствующего слова в русском языке часто будет не совпадать. Ну, правда, учитывая, что и винительный, и родительный падеж в русском языке для душевленных осуществительных отвечают на вопрос «кого?», мы даже тут разницы не почувствуем, для человека звучит одинаковым образом. Вот если бы речь шла о стуле, для стула, да, а обвинительная форма для слова «стул-стул», да, для стул, да, ну, «для стул» не звучит. Ну, может быть, потому что даже мы еще и не должны были этого заметить в домашнем задании, у вас вот такая фраза есть, может быть, вы не заметили и легко перевели для человека, а подробное обсуждение того, как работают греческие предлоги, у нас будет через пару занятий. Однако, опять же, сейчас хочу сказать, нет такого прямого однозначного соответствия. Падеж-падеж, слово-слово и так далее. Перевод – это понимание и выражение на целевом языке. Итак, «суббота» для человека появилась и «не человек» для «субботы». Ну, подразумевается, появился. Здесь «ух», потому что перед придыханием «ухуантропос», и поэтому такова форма частицы «не». Что еще в этом предложении может нас смутить? И звучит как-то не очень естественно. «Суббота» для человека появилась и «не человек» для «субботы». Почему не естественно звучит? Потому что в русском языке, в предложениях с противопоставлением, мы обычно используем союз «а». «Суббота» для человека появилась, а «не человек» для «субботы». Вот это звучит естественно, и в предложениях с противопоставлением, как правило, в русском языке не употребляется. И снова мы сталкиваемся с тем, что полного соответствия между языками, в том числе между значениями слов в языках, нет. Союз «кай» и в греческом языке служит для связи слов, служит для связи предложений, служит для выражения продолжения мысли, и употребляется в большем количестве контекстов, чем русский союз «и». По этой причине греки спокойно могут поставить «кай» даже там, где контекстом подразумевается небольшое противопоставление, а нам уже это сделать трудно. Поэтому именно на основании того, что контекст требует противопоставления, в данном случае «кай» вы можете перевести как «а». Но просто помните, что «кай» это все-таки соединительный союз, и противительное значение, если у нас появляется, оно не из-за союза «кай», а из-за частицы «не» и всего остального. Девятое. «Кай апистилен аутуз кэрусэйн тэн басилэйн тутэу». И он послал, или она послала, или оно послало, в данном случае в тексте нет явно выраженного подлежащего, скорее всего, все-таки послал. И послал аутуз их, в винительный падеж, множественное число, проповедовать тэн басилэйн, в винительный падеж, единственное число, проповедовать что? Дополнение теперь для слова «проповедовать» царство басилэйн тутэу, Бога. И он послал их проповедовать царство Бога. Десятое. «Кай нун хэбасилэйсу устэсэтай». И ныне царство, в данном случае в именительном падеже это подлежащее, твое, у не устоит. Ныне царство твое не устоит, но здесь вроде все просто. Одиннадцатое предложение, он ниоткуда не взято, сочинено Маунсом. И здесь, и вообще во всех домашних заданиях, как минимум, одиннадцатое и двенадцатое предложение будут сочинены Маунсом. Но иногда еще появляются сочиненные предложения в других местах не очень часто. И, кстати, начиная с одиннадцатого предложения, появляются такие дополнительные задания в рабочей тетради, но для вас они обязательные. У них есть одна особенность. В этих заданиях не все слова вы изучали. Чтобы переводить то, что есть в этих заданиях, можно и нужно пользоваться словарем. Поэтому, если в первых десяти заданиях вы встретили слово, которое вы не знаете, это просто обозначает, что вы его должны были знать, но не выучили. А здесь будут незнакомые слова, вам нужно учиться, тренироваться, пользоваться словарем. Это нормально, пожалуйста, пользуйтесь и переводите дальше. Ну, не во всех, конечно. Опять-таки, некоторые слова вам переведены. По какой причине? Потому что вы можете пользоваться не настоящим словарем, а только таким кратким словариком из приложения к учебнику, где есть не все слова. Вторая причина, почему некоторые слова для вас переведены, если у них какая-то необычная форма, не слишком совпадающая с той формой, которую вы встретите в словаре. И вам, ну, без соответствующих знаний трудно будет это узнать. А так, словарь, ну, здесь для некоторых предложений будет нужен. Ну, я думаю, вы это уже осознали. Просто еще, если у кого-то там проблема возникла, я проговариваю это. Ходепаулос эфэ, эмпемпса алус апостолус. Павел же сказал. Павел, кстати, тоже с артиклем. А почему я на это обращаю внимание? Если вы изучали, например, английский язык, то вы знаете, что в английском с именами собственными артикль, как правило, не употребляется. Это правило английского языка, но не греческого. В греческом часто имена собственные употребляются с артиклем. А не для того, чтобы сделать слово там определенным. В греческом артикле чуть-чуть другие функции. Оно для того, чтобы как-то подчеркнуть, что тот самый Павел, или только что упомянутый Павел, или еще какие-то грамматические и контекстуальные причины могут быть для употребления артикля с именем, так же, как он может употребляться и с другими словами. Теперь частица Д. Вы ее можете перевести Ж. И Ж в русском языке поспозиционный союз. Поэтому и на соответствующее место мы его ставим. Павел Ж сказал. Тут греческое Д тоже поспозиционное. Оказалось, после артикля, который мы не переводим, но это не значит, что это надо переводить, как Ж Павел сказал. По-русски мы так не говорим. Ставьте союз на то место, которое для него подходит в соответствии с нормами русского языка. Если перевели Д как Ж, то Павел Ж сказал. Если перевели Д, например, как И, и Павел сказал. Ну, Д как Ж самый частый перевод, поэтому, как некое такое стартовое правило переводите как Ж. Но если контекст требует другого перевода, пользуйтесь другим. Павел Ж сказал. Я послал Эпемпса других, винительный падеж, множественное число, апостолов, винительный падеж, множественное число. Как обычно, прилагательное по роду число и падежу согласуется с тем существительным, которое оно определяет. Двенадцатое. Тон Христон, Агапусин, Хой Антропой, Хоти Геноскусие, Тен Агапе Наутум. Христа, винительный падеж, любят люди. Хой Антропой, именительный падеж, множественное число. Ну, согласуется с глаголом, да. Христа любят люди. Хоти, Хоти, Хоти имеет значение что, потому что, или вводит прямую речь. Здесь никакой прямой речи нет, что по смыслу не подходит, поэтому переводим потому что. Христа любят люди, потому что они знают, что, винительный падеж, Тен Агапен, любовь, его. Христа любят люди, потому что они знают, любовь, его. Тринадцатый. Ламер де Айпен тус логус. Ламер. Можете просто по звучанию догадаться, в ком идет речь. Имена, собственно, вам, как правило, никоим образом не переводятся, но прочитали и вроде как должны понять. Слово Эйпен вам не переведено по той причине, что вы его должны найти в словарике к учебнику. На самом деле, это форма прошедшего времени третьего лица, единственного числа от глагола «говорить». Сказал. И когда-то мы с вами, когда-нибудь мы с вами изучим и этот глагол, и его формы, но так как данная конкретная форма встречается очень часто, и она немного необычна, то словарике она переведена, и даже вскоре нам придется ее заучить, просто чтобы легче было делать домашнее задание. Так что, Ламер же сказал слова. Но, опять-таки, с артиклем, наверное, лучше бы прозвучало эти слова. Контекста у нас нет, поэтому можно и так, и так перевести. Четырнадцатое. Кай эрэсан хойлогой тон пилатон. И удовлетворили хойлогой, именительный падеж, множественное число, значит подлежащее для глагола удовлетворить. Тон пилатон, винительный падеж, значит дополнение для глагола удовлетворить. И удовлетворили слова пилата. Так как они удовлетворили, есть у глагола, почему-то, ну такое необычное предложение, выдуманное, кстати, то многие почему-то делают в нем ошибку и переводят, и они удовлетворили слова пилата. Тут такой перевод некорректен, потому что они, вам написано, чтобы вы просто знали, что глагол у нас третьего лица множественного числа, но раз у нас есть подходящее слово в именительном падеже они, то оно и становится подлежащим. Так что, и удовлетворили слова пилата. Пятнадцатое. Та саббата фулаксисте. Суботы вы будете хранить. Та саббата, в данном случае, винительный падеж, множественного числа среднего рода, формы именительного и винительного падежа в среднем роде совпадают, но это не может быть именительный падеж, не может быть подлежащим, потому что с глаголом не согласуются, и тогда мы понимаем, что это дополнение глагола хранить, и так и переводим. Суботы что? Суботы вы будете хранить. Шестнадцатое. Та эрга, тутэру, аутой, пойусин. Дела бога. Ну, богом он где-то давался перевод чуть выше для этого эфра. Они делают. Опять-таки, аутой, именительный падеж, подлежащие. Делают сказуемое. Та эрга оказывается дополнением. Дела бога они делают. Семнадцатое. Курион кай христон, эпоэсен хотэос аутон. Если вы будете переводить это предложение пословно, то очень странно, если оно получится. Ну, это Курион в венительном падеже, христон в венительном падеже, хотэос в венительном падеже, аутон в венительном падеже. «Господа и Христа сделал бог его». Курион – это слово «господь». Курион, ну, словарная форма куриос. А Христос, ну, надеюсь, вы догадались. «Господа и Христа сделал бог его». Странно звучит. И если вы не вспомните, что в греческом языке есть такое явление, как двойной венительный падеж, красиво вы это... Ну, может быть, догадаетесь, конечно, как переводится, но это будет догадка, а именно ненормальная переводческая работа. Двойной венительный падеж. Что обозначает? При греческом ваголе в данном случае делать могут стоять два слова в венительном падеже, играющих разную роль. И одно из них является прямым дополнением глагола и переводится, точнее, как прямое дополнение глагола в венительном падеже. Второе, так как при русском не может быть два венительных падежа, второе мы вынуждены переводить каким-то другим падежом, обычно творительным, ну, или, если не получается, использовать дополнительные слова и так далее. Если вы подзабыли, то, пожалуйста, посмотрите урок, там мы обсуждали такое явление, как двойной венительный падеж, говоря о синтаксисе падежей в греческом языке, ну, или, если вы будете читать учебник, то в самом конце урока там есть такой разделчик, экзегетика, и там описан двойной венительный падеж. Итак, когда у нас двойной венительный падеж, то слово, играющее роль прямого дополнения, то есть переводящегося венительным падежом, это местоимение, если оно есть, слово с артиклем или имя собственное. В данном случае у нас нет имени собственного в венительном падеже, нет слова с артиклем в венительном падеже, но есть местоимение, «Аутон». Его-то мы и переведем в винительном падежом, а остальное попробуем перевести творительным. Господом и Христом сделал Бог его. Хороший перевод, хороший смысл, и все стало на места. Помните о такой конструкции «двойной винительный падеж»? Местоимениями собственное слово с артиклем в винительном падеже, если есть, переводится «винительным падежом», а остальное творительным. Господом и Христом сделал Бог его. Восемнадцатое. То фос, элэлутен, эистон космон, кай эгапэсан, хой антропой малон, то скотус эту фос. Свет пришел в мир. Эйс предлог со значением «в». Итак, свет пришел в мир, то фос здесь явно подлежащее. Что пришло? Свет. Свет пришел в мир и возлюбили люди. Именительный падеж множественного числа, подлежащее для Гоголу «возлюбили» и возлюбили люди больше. Слово «мало» мы, конечно, должны были посмотреть в словаре. То скотус. Тьму, э, ну тоже смотрите в словаре, э, чем, то фос, свет. Итак, свет пришел в мир и возлюбили люди больше тьму, чем свет. А что здесь у нас может представлять какую-то проблему? Ну, первое слово в выражении – то скотус. Если вы видите окончание «ос», по налоге с каким-нибудь «логос», вам может подуматься, что вы имеете дело с словом «мужского рода», именительного падежа единственного числа. Чтобы вам это не подумалось, вот у вас здесь есть артикль, который подсказывает, что на самом деле никакой это не мужской род, а средний род. И падеж в данном случае у нас виниительное число единственное. Ну, в среднем роде именительные и виниительные совпадают, но и виниительные подлежащие у нас есть, так что для возлюбили остается только виниительное дополнение. Возлюбили что тьму? Вам в уроке говорилось, что артикль – хорошее подспорье для узнавания форм. Особенно, когда мы имеем дело с третьим склонением, где формы слов бывают порой довольно необычные, артикль все еще остается обычным, привычным. Если вы знаете артикль, то с формами слов вы разберетесь, потому что артикль всегда согласуется с соответствующим словом. Ну и, кстати, еще тофос. Опять же, по контексту мы понимаем, что здесь фос – это дополнение глагола возлюбить. Возлюбили что? Ну, не возлюбили, конечно, свет. Чем интересно? В начале предложения тофос – подлежащее в именительном падеже, а здесь тофос – дополнение в виниительном падеже. Как-то мы в уроке уже затрагивали эту проблему, что в среднем в ороде формы именительного и виниительного падежа совпадают, но контекста достаточно, чтобы понять, о чем идет речь. Свет пришел в мир, и возлюбили люди больше тьму, чем свет. Девятнадцатое. «Кай Экринусан Тонлаон Пасан Хоран» «И они судили народ». Тонлаон – виниительный падеж. Ничего в именительном падеже у нас здесь подходящего нет, поэтому подлежащее они берем из глагола «И они судили народ» «всякий час». Хора – в виниительном падеже. И слова, обозначающие время в виниительном падеже, как правило, описывают продолжительность времени. То есть, когда говорится о продолжительности времени, то слова, говорящие о времени, ставятся в виниительном падеже. Двадцатое. «Кай Аутой Эран Тас Фонас Аутон» «И они» – виниительный падеже – «возвысили голоса» – виниительный падеже, внозычное число «Тас Фонас Свои». Хорошо. Вот мы с вами посмотрели на домашнее задание. Посмотрели, как все это можно переводить. Может быть, кому-то из вас показалось, что я излишне подробно говорю и проговариваю какие-то очевидные вещи. Ну, хорошо, если вам все так понятно. Но, тем не менее, я хочу, чтобы с самого начала вы научились думать правильно. Думать о… не просто увидели набор слов и сконструировали из них какую-то мысль. Сейчас у вас очень простые предложения, и почти всегда это мгновенно получается. Слово «увидели» и понятно, какая здесь мысль. Но, чтобы вы не просто сразу увидели и обо всем догадались, а чтобы все-таки вы осознавали именительный падеж, подлежащий, виниительный падеж, дополнение. Да, вот есть, нет, подлежащий вырою, и берем его с глагола не берем. Ну, и какие-то вот такие остальные вещи, чтобы вы осознанно проходили, понимая вот это вот слово, благодаря описывая такого участника ситуации, такого-такого участника ситуации, чтобы ваша работа была с текстом какая. Вы прочитали греческий текст, вы осознали, что там происходит, причем осознали так обоснованно, с учетом падежных форм всего остального, и потом адекватно выразили эту мысль на русском. Еще одно, но попутное замечание. А вот мы с вами посмотрели на 20 предложений. Вы их прочитали, перевели, я надеюсь, больших проблем у вас с этим не возникло. Что теперь? Ну, вы теперь будете переводить какие-то другие предложения, и спустя 3-4 урока, если вы глянете еще раз на эти предложения, они не просто будут не сильно проблемными, они покажутся вам элементарными. Скажите, что ж я тут мучился, думал, во как все просто. Ну, конечно, предложения того урока вам будут казаться сложными. Поэтому иногда заглядывайте назад хотя бы для того, чтобы ободриться и осознать, что то, что вам казалось не очень легким в начале, со временем, с развитием навыка работы с языком, становится все более легким. И есть вторая причина для того, чтобы иногда заглядывать назад. Даже знакомые предложения стоит порой прочитывать и перечитывать. Мы заучиваем слова, мы заучиваем формы, так мы движемся в изучении языка. Но помимо этого, еще один из способов работы с текстом – это видеть именно текст. Не просто отдельные слова и формы, но слова, формы взаимосвязи внутри текста. Со временем, конечно, вы начнете читать греческий Новый Завет, и ваши навыки начнут развиваться от работы с реальным текстом. Но пока вы недостаточно знаете, чтобы легко работать с реальным текстом, хотя бы прочитывайте те предложения, которые вы перевели, в которых вы разобрались, в отношении которых у вас есть какие-то подсказки, потому что привычка видеть слова в контексте, привычка видеть не только слова, но и словосочетания, возможность помнить словосочетание, и потом вдруг узнавать, о, та же самая конструкция, о, такое словосочетание уже было. Она очень полезна и способствует дальнейшему прогрессу в языке. Поэтому, еще как одно учебное средство, я вам настоятельно рекомендую, двигаясь вперед и переводя все новое предложение, возвращаться и прочитывать иногда и старые тоже. Хорошо, на этом все. Спасибо за внимание.